Доброе утро, дорогие друзья! Очень рада, что именно с нашим телеканалом вы встречаете новый день. У нас на календаре уже конец рабочей недели. Пятница, 17 февраля. Меня зовут Ольга Антошина. Если обратимся к истории, то узнаем, каким стал этот день. Так, в 1377 году, 17 февраля, резиденцией Папы Римского становится Ватикан, а в 1773 году Джеймс Кук пересек Южный Полярный Круг. Но думаю, что все-таки от исторических событий мы перенесемся в наши дни. Тем более, что есть, на мой взгляд, очень интересная тема для разговора. У меня сегодня в гостях Ирина Веретенникова, директор регионального подразделения рекрутинговой компании. Ирина, доброе утро! Доброе! Рада вас видеть. И знаю, что кто как не вы может нам ответить на вопрос, что вообще сейчас у нас происходит в сфере труда, кого ищут, кого находят и как, собственно, происходит. Но знаю, что очень долго и часто мы говорили о том, что был кризис. Миновал ли он, можем ли мы обрадоваться? И что сейчас происходит? Сравнялись ли вакансии с теми предложениями, которые есть? Количество? Да, можем смело радоваться, потому что признаков кризиса было три. Было очень малое количество вакансий. Было очень много резюме, потому что прошли сокращения, люди в панике искали новую работу. И не повышались зарплаты практически два года. 14-15 год работодатели никак не поднимали зарплату своим сотрудникам. Сейчас мы наблюдаем картину, что вакансии на сайт полномерно поступают. Резюме в новогодние праздники уменьшились в количестве на сайте. То есть люди спокойно себе праздновали без всякого поиска работы. И многие работодатели заявили о том, что процентов на 8 в среднем они готовы поднять зарплату своим сотрудникам в 2017 году. На самом деле радостные новости, особенно так, где говорится о повышении зарплат. Будем ждать. Скажите мне, пожалуйста, если мы затронем еще одну больную тему, это серая занятость. Что происходит? Есть ли какие-то подвижки в улучшении этой ситуации? Здесь тенденция скорее обратная. Подвижки в сторону ухудшения ситуации. Это связано с тем, что все-таки коллеги с кризисом и вышли, не умерли компании, но им все равно пришлось оптимизировать свои расходы. И, в общем-то, с одной стороны, хорошо, что они их не оптимизировали, просто сократив сотрудников. Но они оптимизировали их, сократив свои расходы по выплате зарплатам и налогам на них. Поэтому, да, часть, к сожалению, зарплат стал выдаваться в конвертах. И если раньше, до кризисного периода, таких работодателей было не так много, в 15% общей сложности укладывались, то сейчас уже под 40% подбираемся мы в разных сферах и в разных профессиях. Люди так или иначе, хотя бы часть премиальную, например, получают, к сожалению, в серую схему. Ну, я думаю, что мы с вами то, что называется на кофейной гуще гадать не будем. Но, думаю, что раз есть тенденция, что кризис завершился, то, в принципе, наверное, и с серыми зарплатами с течением времени как-то ситуация должна, по идее, улучшиться. Должна, но вряд ли это будет прямо в рамках года. Это, скорее, будет такой длительный процесс. Лет до трех мы будем наблюдать, когда мы будем восстанавливать белые зарплаты. Ну, знаете, что я вам скажу, мы, как правило, очень терпеливы, поэтому подождем и будем на три года в наше время. Что такое, да. Смотрите, если говорить об удаленной работе, тоже очень часто об этом говорят. Но пока к какому-то единому мнению, но, по крайней мере, мне кажется, не пришли. Поправьте меня. Сейчас работодатели к сотрудникам, которые работают на удаленке, относятся, ну как, лояльно, нелояльно, готовы их брать или как это происходит? Хорошо. Это тоже одно из явлений выхода из кризиса, когда работодатели были вынуждены схлопывать свои расходы на сотрудников и отпускали сотрудников работать из дома. То есть вынужденная, казалось бы, мера привела к тому, что работодатель увидел, что он действительно экономит на аренде, экономит на предоставлении рабочих мест сотрудников, экономит на контроле их, в общем-то, прихода и ухода с работы. А сотрудник при этом грамотнее распределяет свое время, то есть не обязательно стоять в пробках в 9 утра, потому что это час пика и нужно попасть на работу и, соответственно, тратить время на возвращение с работы, а просто выполнять определенный ряд работ и получать зарплату не за нахождение в офисе, а за результат какой-то определенный. Выгоды получились все, поэтому если начали такую работу в основном IT-специалисты, либо бухгалтеры, то сейчас уже и юристы определенные могут так работать из дома, и, например, представители неких сфер продаж, которые могут, допустим, не из офиса звонить, а из собственного дома, а работодатель просто компенсирует расходы на связь. То есть, да, предложение такого рода работы на удаленке, на фрилансе увеличивается и будет продолжать увеличиваться. А что касается обучения, да, раньше, допустим, ну, по крайней мере, когда есть такая возможность у компании, да, отправляли на обучение сотрудников, сейчас говорят о том, что выгоднее и, в принципе, целесообразнее устраивать онлайн-обучение. Вот ваше мнение по этому поводу. Дело в том, что онлайн-обучение, оно более гибкое со всех сторон. Во-первых, его не обязательно привязывать к конкретному времени, то есть дается сотруднику доступ к онлайн-платформе, на которой есть курсы, которые ему интересны. И дальше он сам выбирает время, будь это утро, вечер, обеденное время, выходной день, когда он зашел с любого гаджета, удобного для него, послушал видеолекцию, потом прошел тестирование и по итогам прохождения всего курса получил сертификат. При этом это гораздо дешевле для работодателя, потому что если мы пригласим в Краснодар, например, в какую-нибудь компанию тренера уровня Александра Фридмана, который достаточно дорого берет за свой день и правильно делает, потому что действительно дает очень ценную информацию, в онлайн-курсе, естественно, это будет дешевле. То есть ему не нужно приезжать сюда, и нам не нужно срывать целый отдел на 8 часов для того, чтобы они послушали этот тренинг. А информацию в итоге человек все равно получит. Скажите, пожалуйста, если мы так немножко от общих вопросов по стране перейдем к нашей замечательной Кубани, я знаю, что даже говорилось о том, что, в принципе, уровень дохода здесь, в Краснодарском крае, по сравнению с другими регионами, поэтому мы не берем наши столичные города, он выше. Это так? Это было так в олимпийский, так называемый, период, когда Краснодарский край, в частности, Сочи, были на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню доходов, вот именно по уровню зарплатных предложений. Но этот период мы пережили, и сейчас третье место уступили Дальнему Востоку, на который сейчас направлены все взоры нашего правительства, который считается сейчас инвестиционным регионом и активно развивается. Мы сейчас не упали, а переместились на шестое место, вполне себе тоже почетное, все равно в десятку входим, со средним уровнем зарплаты 32 500 рублей на данный момент. Так, ну, в принципе, это тоже достаточно неплохой показатель, но я знаю, что у нас и с конкуренцией тоже все в порядке, потому что продолжают к нам ехать, у нас тут и моря, и горы, и солнце, и овощи с фруктами, соответственно, едут к нам в поисках работы и при этом создают конкуренцию. Так ли это? Да, это действительно так. Более того, в каких-то случаях они, эти сотрудники, приезжающие, например, из Москвы, да, со своим хорошим интересным опытом в крупных компаниях, прям достойную конкуренцию могут составить нашим местным потенциальным соискателям, но здесь все равно решает работодатель для себя, с кем ему интереснее работать, с человеком, который знает, например, местный менталитет, или с человеком, который знает технологии бизнеса, которые до Краснодара еще только собираются дойти. Ну, тут уже действительно решать работодатель. То есть я правильно понимаю, люди, которые едут к нам из столицы, они в принципе готовы снизить свою заработную плату, но при этом погреться в лучах нашего кубанского солнца? Да, получается, что они сознательно это делают, и в разговоре частном с такими людьми, которые выбрали море и солнце в обмен на, может быть, суперкарьеру в суперкомпании, в конечном итоге они все равно остаются довольными, они говорят, что не зря они это сделали, потому что карьера – это только часть жизни, а вот сама жизнь все-таки в тепле и в море и солнце гораздо более позитивна. Ну, я думаю, что на этой позитивной ноте мы закончим наш интервью. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня с утра, и так много интересного рассказали. Спасибо. Но я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, скоро вернемся.